От Луки Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. То есть это притча для тех, которые уверены в своей собственной религиозной респектабельности. Но они могут обмануться очень серьезно, потому что в День Страшного Суда там тоже такие уверенные появятся, которые даже начнут спорить с Богом и говорить, «Не твоим ли именем мы пророчествовали? Не твоим ли именем бесов изгоняли? Не твоим ли именем многие чудеса творили?» Поэтому любая такая уверенность, она является чем-то опасным. Вот эта уверенность может обесточить человека в духовном смысле, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других. Следующая притча. То есть мы видим, что у этих людей было две проблемы. Первая – они уверовали в свою какую-то автономную праведность. Вторая – серьезная проблема, которая связана была с первой – и уничижали других с позиции этой своей мнимой праведности. праведник – это тот, который начинает исповедоваться в своих добродетелях. В нашем понимании праведник – это тот, кто не грешит и творит благие дела, но в глазах Божьей святости – это и тот, который видит ущербность тех добрых дел, которые он совершает, потому что его не устраивает мотивация. Он не может до конца разобраться, правильно ли мотивация у меня, когда я делаю что-то, как мне кажется, хорошо. И вообще, какое отношение я к этому имею, если всякий дар совершенный проистекает от Отца Небесного. И вот этих людей Христос произносит следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой – мытарь. Я уже неоднократно объяснял, что фарисеи были самые близкие к христианам по своим вероубеждениям. Они верили в загробную жизнь, в ангелов, в страшный суд, ожидали мессию, в отличие от саддукеев, которые не верили в загробную жизнь, не верили в ангелов. То есть это были консерваторы своего времени, точно так же, как саддукеи были либералами своего времени, модернистами. И вот в храм пришли помолиться два человека, один – фарисей, а другой – мытарь. Мытарь – без сомнения предатель собственного народа, коллаборационист, который собирает подати на оккупантов, часть этих податей присваивает себе незаконным образом. Правда, они собирали еще подати на храм, но, опять же, были известны тем, что многое присваивали себе. Поэтому общее отношение к этим людям было такое настороженное. Они обменивали деньги по завышенному курсу. Обычно этот обмен делался, когда кто-то отправлялся в храм, а в храме можно было использовать только храмовый шекель, на котором не было изображения языческих императоров и богов. И они по выгодному для себя курсу делали этот обмен. Поэтому от мытарей старались все держаться на дистанции. И мы видим, что мытарь понимает это. И в отличие от фарисея, который чувствуется вольготно в храме, мытарь чувствует себя невольготно. Фарисей, став, молился сам себе так. Что значит «став»? То есть став на определенное место, которое, как он думал, соответствует его статусу, статусу праведного, благочестивого человека, законноучителя, фарисей, став, молился сам в себе так. То есть он молится про себя. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Ну, в общем-то, пока мы не видим, как бы в этом мытаре, точнее, в этом фарисея ничего плохого. Он благодарит Бога за то, что он не грабитель, не обидчик, не прелюбодей. Но в его молитве есть осуждение других людей. Первое. Он говорит, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. То есть, как бы, он обобщает. И в конце, как этот мытарь, здесь он уже, как бы, персонально благодарит Бога, в том, что он отличается вообще от многих людей, прочих людей, ну, уж, конечно же, от мытаря. И кто бы поспорил бы с фарисеем, да, он не коллаборационист, он не предатель собственного народа, он благодарит Бога за нравственные принципы, которые присутствуют в его сердце, но эту свою праведность, которой он очень уверен, он противопоставляет чьим-то грехам. Вот это и есть мерзость в глазах Бога, когда один человек превозносится перед другим человеком, а здесь он превозносится и обобщая по отношению к прочим людям и конкретизируя, что он не такой, как этот мытарь. Почусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Ну, и как обычно, я рассказываю, когда эту притчу, то подчеркиваю, что, наверное, каждый храм, каждый приход хотел бы иметь такого прихожанина, который десятую часть из всего, что приобретает, он дает на храм. Он постится два раза в неделю, он может быть примером для прочих людей и даже для такого, как мытарь, но он не имел права совершать суд в сердце своем, суд такого самоуничижения других людей. Потому что в глазах божественной святости, божественной праведности наш самый лучший поступок и самый худой, это, наверное, как амплитуда движения крыла комара. святитель Григорий Великий Папа Римский пишет, но нам надо бы знать, что часто мы, обращая внимание на одни предметы, оставляем без внимания другие, и куда мы не обращаем внимания, там, без сомнения, не имеем глаза, ибо по свидетельству Евангелия мы знаем, что говорил тот фарисей, который взошел в храм помолиться, ибо он говорит «Боже, благодарю Тебя!» И он правильно благодарил Бога, от которого получил те блага, которые сотворил, но он еще присовокупляет, что я не таков, как прочие люди грабители, обидчики, прелюбодеи, или, как этот мытарь, пачусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Вот фарисей имел око для воздержания, для милосердия, для прославления Бога, но не имел око для стражи смирения. что значит не имел око для стражи смирения. Он не следил за своей гордыней, и она чрезмерно выросла, эта гордыня, на фоне его реальных достижений, которые, конечно же, были в Боге содеянны, ибо человек не нашел бы в себе сил так усовершенствоваться, и начинает он все очень правильно, он благодарит Бога, но потом он впадает в самомнение. Григорий пишет далее, и что польза в том, что почти весь город бдительно охраняется от нападения врагов, если оставляется один открытый проход, через который можно взойти в него врагам, что польза в страже, который почти повсюду ставится, когда врагам открыт целый город, небрежением об одном месте. Фарисей же, который выполнял посты, отдавал десятины, восхвалял хвалы Богу, бодрствовал на страже своего города, как бы почти со всех сторон, но поскольку он оставил без внимания один в него проход гордости, то и пропустил врага там, где непряжением закрыл око. То есть он не рассмотрел вот этой проблемой в себе, и действительно какой смысл оберегать целый город и оставить какие-то ворота незащищенными. Именно через эти ворота враги нападут на город. И усилия остальных охранников едва ли смогут что-то исправить. Действия мытаря в этом смысле они противоположны действиям фарисея. Он не испытывает иллюзий относительно себя, его око открыто реально на то состояние, в котором он пребывает. Тринадцатый стих. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И блаженный Феофилак пишет, а мытарь вел себя совершенно наоборот. Он стал вдали и очень был далек от фарисея не только по расстоянию места, но и по одежде, по словам и по сокрушению сердца. Он стыдился поднять глаза свои к небу, считая их недостойными, в созерцании горних предметов, так как они любили смотреть на благо земные и пользоваться онами. Он ударял себя в грудь, как бы поражая сердце за лукавые советы и побуждая он ее от сна к сознанию и ничего другого не говорил, кроме всего, Боже, милостив, будьте ко мне грешнику. Конечно, жизнь мытаря не может являться для нас примером. И, напротив, жизнь фарисея может являться для нас примером, но смирение мытаря является для нас примером, а самомнение фарисея не является для нас примером. Таким образом, налицо фарисей тип религиозного ханжи, который свои религиозные нравственные достижения противопоставляет чему-то непряжению. и на самом деле в этом самая главная проблема религиозных людей, когда у них что-то получается не скатиться в грех осуждения по отношению к тем, у которых вообще ничего не получается. все мы помним наставление апостола Павла, который говорил, тот, кто постится, не осуждает того, кто не постится. Ибо тот, кто постится, для Господа постится, кто не постится, для Господа не постится. Это трудно понять до конца, но объяснение все-таки может быть, что значит, тот, кто не постится, для Господа не постится. В том смысле, что еще не время для этого человека усовершенствоваться. Может быть, для кого-то потребуется для того, чтобы усовершенствоваться, достигнуть самого дна, оттолкнуться и подняться наверх. Иногда Бог сам нам попускает даже какие-то падения, чтобы реально оценив свое состояние, мы избежали иллюзий самомнения и реально оценили бы свое состояние. И далее, в окончании этой притчи Христос говорит, «Сказывай вам, что сей пошел оправданным», то есть мытарь пошел оправданным в дом в дом свой более, нежели тот. Тот – это фарисей, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Здесь, конечно, вот эта деталь сказано, что мытарь пошел более оправданным. Про фарисея не сказано, что он пошел неоправданным. Он менее оправданным. Его заслуги, они остаются его заслугами. Но больше оправдание пришло к раскаившемуся грешнику. Заслуги фарисея никто не аннулировал, но в оправдании нуждается тот, кто осознает свою вину. А так как человек не может оправдаться собственными заслугами по отношению к вечности, по отношению к небесной жизни, по отношению к нетленной жизни, с позиции временной жизни, тленной, земной, то подлинный путь спасения это путь мытаря. Не его образ жизни привел его к спасению, к оправданию во Христе с Христом, но как раз его отрицание собственной греховной жизни решительное. когда он считал, что он не может даже войти в храм и занять достойное место, который смиряется всячески, а унижающий себя возвысится, как мы прочитали и в другом месте Писания Христос так и говорит, что первые в Царствие Божие идут блудницы, мытарь и грешники. И это объясняется очень просто. У этих людей не было никаких иллюзий относительно самих себя. А у фарисея была масса этих иллюзий. Он буквально утопает в них. Но он не понимает, что его добродетелей не хватит в любом случае. Потому что нельзя ценой временной жизни приобрести жизнь вечную. Ценой земной жизни жизнь небесную. Ценой тленной жизни жизни тленной. Это несоизмеримые вещи. жизни и тленной жизни не н Продолжение следует...